В числе школ, которые наотрез отказались сотрудничать с недобросовестными предпринимателями и 69-я столичная гимназия. Оказалось, что поставщики предоставляли учащимся младших классов некачественное питание маленькими порциями. Еще повара неправильно хранили пищу и использовали запрещенные продукты. Выявить нарушение удалось в ходе проверки бракиражной комиссии из числа родителей и учителей. Работу в школьной столовой тут же приостановили, а поставщика услуг предупредили о скором расставании. В результате всех замечаний, которые были сделаны работникам, нашим поставщикам, по правилам на основании правил 717 об организации горячего питания учащихся, мы обязаны расторгнуть договор данных поставщиков. Но там тоже оговаривается, если поставщик исправил данное нарушение, то мы можем продолжить с ними работу. Но с нашим поставщиком была такая оказия немножко. Они первоначальные наши замечания, они сразу исправляли. Но так как замечаний становилось все время больше и больше по количеству и по качеству, то как-то они стали уже более хладнокровно относиться к этим замечаниям. Похожие недочеты в работе поставщиков обнаружили еще в четырех столичных школах, в том числе пятой и четырнадцатой. В ближайшие дни управление образования объявит новый конкурс по отбору компаний. Но требования к ним ужесточат, а соглашения заключат временные. Требовано с нашей стороны, значит, это первое обязательно видеонаблюдение. Именно видеонаблюдение не в столовой, а именно прямо на кухне, чтобы видно было, как готовить, из чего готовить. Чтобы через эту камеру в режиме онлайн школьный монитор могли видеть, что какие продукты как хранятся, не используются ли запрещенные продукты и так далее, и так далее. В буфетах также планируют ввести безналичный расчет для удобства учащихся. В новом году пересмотрят и школьное меню. Например, из списка хотят исключить котлеты и сосиски, которые дети якобы не особенно жалуют. Ильза Токчурин, Рамазан Бакенов, телеканал Алматы, Астана.